Добрый вечер, 21.00 в столице в ближайшие полчаса о самом важном за сегодня глазами наших корреспондентов. В студии для вас работают Дмитрий Двойнев, Динара Жамбатырова, сурдоперевод Виктория Антонишина. И вот о чем расскажет. Вакцина за деньги. Препараты от коронавируса, произведенные не в Казахстане, будут платными. Не все по маслу. Посевы подсолнечника увеличивают с каждым годом, а масло продолжает расти в цене. Почему? Инклюзив на волнах. Интернет-радио для людей с особыми потребностями работает в Талдыкоргане. Ускорить взаимное признание паспортов вакцинации, создать логистический хаб для гуманитарной помощи Афганистану. С такими предложениями сегодня выступил президент Казахстана на заседании глав Содружества независимых государств. Председательствует в организации Беларусь, а вот принять этот пост уже в следующем году готовится наша страна. Встреча проходит накануне большого юбилея, 30-летия создания СНГ. В 1991 году, напомним, по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, была подписана Алма-Атинская декларация, которая и стала фундаментом и основой создания Содружества. Тимур Казагулов продолжит тему. Встретились главы стран СНГ в очередной раз лишь на экране. Несмотря на то, что вакцинация сейчас идет полным ходом, президенты прекрасно понимают. Пандемия пока еще диктует свои правила, однако безопасность не должна превращаться в фанатизм, подчеркнул Касымжумар Тукаев и напомнил своим коллегам, что за Сотружеством должно стоять доверие, а тот факт, что паспорта вакцинации, в том числе казахстанские, пока не признают у соседей, не идет на пользу. Предлагаю также ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ. Это важный момент взаимного доверия и сотрудничества. Приняв такое решение, мы обеспечим свободное передвижение граждан и активизируем деловые контакты. За деловыми контактами стоит в том числе развитие крепких промышленных и аграрных рынков, а это поможет странам Сотружества противостоять угрозам продовольственной безопасности. О ней говорят сейчас на всех международных площадках. Впрочем, как и о ситуации в Афганистане, страна переживает острый кризис. Казахстан готов предоставить свою площадку для размещения регионального центра ООН в Алматы. Какими бы ни были наши политические взгляды или личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями. Казахстан уже приступил к поставкам продовольствия и товаров первой необходимости. В целях систематизации данной работы предлагаем учредить логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи Афганистану. Кризис отношений между Азербайджаном и Арменией стал не менее важным вопросом сегодняшних переговоров. Ильхам Алиев и Никол Пашинян, несмотря на обоюдные претензии по обмену пленными и разрушению инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха, все же согласны в том, что граница нуждается в срочной демаркации и делимитации. Также азербайджанская сторона ждет от соседей карты минных полей. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией. Азербайджан, как страна-победитель, готов к нормализации отношений. Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс. Хочу проинформировать, что Армения и Азербайджан представили иски в международный суд Гаги. Там сейчас начался процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном. Мы готовы начать этот процесс и в этом вопросе также надеемся на поддержку России и других наших международных партнеров. К слову, сама встреча стала символичной. На пороге 30-летний юбилей создания Содружества. Время не только подводить итоги многолетнего сотрудничества, но и открывать новую веху отношений, отметил президент Токаев. Особый упор на наращивание торговли. Внутри региональный товарооборот государств СНГ составляет более 91 миллиарда долларов или всего лишь полпроцента от уровня мировой торговли. При этом доля взаимной торговли стран Содружества занимает около 20% от общего товарооборота наших государств с внешним миром. Эти показатели свидетельствуют о наличии огромного потенциала для существенного наращивания наших торгово-экономических связей. Казахстан принимает у Беларуси пост председательства в СНГ в следующем году. Наша страна будет отстаивать принципы дальнейшей интеграции экономик, а также создания общих правил и стандартов по достижению углеродной нейтральности и сохранению зеленого фонда, резюмировал Касым Жумарт Тухаев. Тимур Казагулов, Артур Горшников при поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня. Качество социсследований в Казахстане оставляет желать лучшего, озвучил сегодня свое мнение спикер Сената Маулина Шимбаев на Международном конгрессе социологов. По его словам, есть много вопросов по госзаказу. Известно, что на подобные исследования тратятся огромные суммы, но вот результат не всегда оправдывает средства, считает председатель Палаты парламента. Нынешняя методология исследования требует обновления. Время внедрять цифровые технологии, анализ Бигдата. К тому же, все преобразования в политической и социально-экономической сферах должны сопровождаться социсследованиями на всех этапах. Планирование, прогнозирование результатов, реализация реформ и оценки воздействия, заключила Шимбаев. В сентябрьском послании народу Казахстана президент страны Касможемарский Мелч Токаев подчеркнул значимость независимых социологических исследований. Глава государства отметил, что важным элементом оценки деятельности Акимов должны стать независимые социологические опросы. Они должны давать картину реального отношения населения к качеству работы власти. В целом, на нынешнем этапе повышается потребность в социологическом сопровождении государственной политики. При этом государственным институтам нужна объективная, независимая и качественная социология. Еще один важный момент – подготовка кадров. По мнению участников Конгресса, потребность в научной и экспертной поддержке государственной политики будет только возрастать. Поэтому уже сейчас нужно привлечь потенциал молодого поколения социологов, дать гарантии и показать перспективы. Переосмыслить прошлую и новейшую историю Казахстана с таким призывом выступил сегодня госсекретарь Крымбек Кушербаев. По его мнению, взглянуть под другим углом нужно как на события древности и средневековья, так и на страницы прошлого века. На встрече ученого сообщества, посвященной 70-летию известного писателя Абая и Алашеведа Турсена Журтбая, говорили не только об истории нашей страны, но и о самом юбиляре и его исследованиях. Подробнее Тимур Казагулов. В истории Казахстана все еще остается немало белых пятен. Казахский народ только за один 20-й век пережил гонения, репрессии, голод и войну. И в отечественной истории пока больше вопросов, чем ответов, отметил сегодня государственный секретарь Крымбек Кушербаев. Он, как и чиновники, и видные ученые, сегодня задался вопросом переосмысления истории Казахстана. Этим важным делом большую часть жизни занят и известный писатель и алашевед Турсен Журтбай. Встречу организовали в честь его 70-летнего юбилея. Выход трехтомного исследования Ураном Алаш, посвященного событиям 1922-1937 репрессионных годов, принес огромный прорыв в наш духовный мир. Турсен Журтбай как можно максимально раскрыл концепцию идеи единого алаш на основе трехтомного фундаментального исследовательского труда. Труды нашего дорогого Абаяведа, Ауэзаведа – это, можно сказать, отдельный мир для истории и культуры казахского народа. Время показало, что его творчество нужно как прошлому, так и нынешнему поколению. Нельзя переоценить весомый вклад Турсына Журтбая. Сейчас, даже уже в преклонном возрасте, он готов творить даже больше, чем в молодые годы. Это достойно уважения. Чтобы создать правдивую картину прошлого, нужно детально изучить историю вхождения казахского ханства в состав Российской империи. Реалистично подойти нужно и к развитию Казахстана в составе СССР, заявил государственный секретарь. Необходимо уделить особое внимание написанию учебников казахской истории на английском языке. Об этом говорил глава государства Касым Жомарт Токаев. В связи с этим необходимо создать редакционную коллегию, сформировать рабочие группы, определить конкретные сроки и разработать источники финансирования, а затем оперативно приступить к работе. Кроме того, Крымбек Кушербаев подчеркнул важность углубленного изучения актуальных вопросов новейшей истории страны, а также истории казахской диаспоры за рубежом. Татьяна Ковалева, Тимур Казагулов. Итоги дня. Казахстан избран в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций. В Совете Республика будет находиться с 2022 по 2024 годы. Это главная правозащитная организация в структуре ООН. Как отметили в МИДе, избрание нашей страны в Совет по правам человека является признанием ее роли в качестве активного и ответственного участника процесса продвижения международных норм в области защиты прав. Приоритетными определены следующие направления работы. Продвижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин, всеобщая отмена смертной казни, борьба против всех форм нетерпимости, свобода религий и убеждений. К другим темам. Дефицит сырья провоцирует рост цен на подсолнечное масло. Об этом заявляют кустанайские переработчики. Представители маслозаводов повышать закупочную стоимость семян вынуждают действия крупных трейдеров, которые реализуют сырье за рубеж, где продавать семечку выгоднее. К тому же сетуют переработчики, завышают цену и реализаторы, а в итоге страдает конечный потребитель. Что должно измениться в этой цепочке, чтобы выиграли все и в первую очередь простые покупатели, узнавал Артем Грапов. В Узнекольском районе маслячными культурами плотно занимаются несколько крестьянских хозяйств. Одним из них руководит Леонид Королев. Предпочтение он отдает подсолнуху. Эта культура ежегодно засевает почти полторы тысячи гектаров. Своей переработки нет, весь урожай продают кустнайским маслоделам. В прошлом году за тонну получали 180 тысяч тенге, в этом 250 тысяч. Врос цены в мире на масло, нету его. И она не была, эта цена, вот буквально 3-4 дня как скаканула. Вы же видите урожайность, я за всю страну не могу говорить. Я знаю, что с юга возят очень плохие подсолнухи. У нас и засуха такая была. Вот тут у нас ни одного дождя не было. Я даже удивляюсь, как оно выросло. Масличные культуры в Кустнайской области засевают на 607 тысячах гектаров. И ежегодно в районах стараются пассивы увеличивать. К примеру, в Узенкольском районе шестую часть от общей пассивной площади засевают масличными культурами. Мы каждый год стараемся выдерживать диверсификацию пассивных площадей. Из года в год стараемся заниматься сортообновлением, увеличением площади под масличные и кормовые культуры. В среднем каждый год от 5 до 10% идет взаимозаменяемость. Но диверсификация, говорят фермеры, это полдела. Уже третий год в Кустнайской области по масличным не урожай. Сырья катастрофически не хватает. В Федоровском районе из трех крупных маслозаводов один уже год простаивает. Остальные работают в полсилы. Чтобы произвести один литр подсолнечного масла, заводам необходимо примерно 2,5 килограмма семечек. Чтобы этот объем приобрести, в прошлом году заводы тратили 300 тенге, в этом году 700, рост на 400 тенге. Один литр завода отпускался в прошлом году по 350 тенге, в этом году по 550, рост на 200 тенге. И в магазине стоимость теперь изменилась следующим образом. В прошлом году она стоила 500 тенге, в этом году 800, рост на 300 тенге. Отсюда следует, что говорят переработчики, что заниматься производством подсолнечного масла теперь им стало невыгодно. Переработчики винят во всем крупных трейдеров. Семечки по большой цене уходят за рубеж. Из-за этого маслозаводам приходится тоже повышать закупочную цену. Оттого растет и себестоимость. Но рынок диктует свои правила. И многие попросту отказываются от производства масла. Им сегодня невыгодно производить это масло. И они это сырье, которое закупили когда-то несколько, полгода назад, они сегодня просто продают по более высокой цене. Им выгоднее сегодня продать. Переработчику выгоднее сегодня продать сырье, а не производить, потому что производить мы не сможем. Войти в эту себестоимость. Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырье местным маслозаводам. И тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Снизятся цены для простых покупателей, а у отечественной переработки откроется второе дыхание. Артем Грапов, Сергей Тартенберг, Куснаяская область. Итоги дня. Повысить качество медуслуг, улучшить систему эпид-прогнозирования, укрепить фарминдустрию, а еще популяризировать массовый спорт. Эти четыре ключевых направления национального проекта «Здоровая нация», о которых сегодня подробно рассказал министр здравоохранения Алексей Цой. Напомним, пакет реформ в сфере медицины утвержден президентом в числе 10 других масштабных нацпроектов. Стратегический документ обещает довести удовлетворенность населения к качествам медуслуг до 80%. Таких показателей планируют достичь путем строительства новых и модернизации существующих объектов здравоохранения. Увеличением доли лекарств отечественного производства, защитой здоровья матерей и детей, а также подготовки кадров. Но это на перспективу, а пока текущие пять ситуаций. Глава Минздрава ответил на вопрос о ревакцинации казахстанцев. Повторно антиковидный укол, по словам Алексея Цой, можно вводить через 6-9 месяцев после первой иммунизации. Сведения об устранной прививке будут также внесены в паспорта вакцинации. Сегодня же министр рассказал о том, что со следующего года за зарубежные вакцины придется платить. По словам главы Минздрава, бесплатными останутся только вакцины казахстанского производства. Раз в Казахстане мы можем независимо от других стран выпускать собственную вакцину, которая имеет доказанную клиническую эффективность, мы эту вакцину будем у себя закупать в рамках бесплатного гарантированного объема. При этом остальные вакцины, они будут так же, как и на сегодняшний день, по остальным прививкам, по гриппу, они будут допущены к коммерческому обращению. То есть на рынке мы сейчас агитируем компании, для того, чтобы они заходили и могли поставлять эти вакцины на рынок Казахстана и предлагать свои услуги. Дополнительно на платной основе будет возможно, и сейчас фармкомпании отрабатывают эти механизмы. В Туркестане в эти дни на международном уровне обсуждали проблему рака головы и шеи. Как оказалось, в Казахстане только в прошлом году опухоли полости рта, горла, щитовидной железы обнаружили у больше, чем 900 человек. Однако онкологи считают, заболевших гораздо больше. Многие казахстанцы не проходят скрининг и могут попросту не подозревать о болезни. В группе риска люди старше 40, имеющие вредные привычки. По данным, озвученным на Международном съезде онкологов и радиологов, по республике на учете стоят около 15 тысяч пациентов с раком шеи и головы. К сожалению, заболевание в 70% случаях выявляется на третьей и четвертой стадиях. Хотя онкология не приговор, важно вовремя обнаружить заболевание. И ведущую роль здесь играют врачи первичного звена, лоры, стоматологи, нейрохирурги. Данный съезд, наверное, продемонстрирует новые возможности лечения онкологических заболеваний, новые подходы к лечению онкологически, новые инновационные технологии, мини-инвазивные терапии, таргетные терапии, химиотерапии и иммунотерапии. То есть различные аспекты лечения онкологических заболеваний. Можно ли ощутить вкус полноценной жизни на просторах интернета? На этот вопрос с уверенностью утвердительно ответят энтузиасты из Далтыгоргана. Несмотря на очень стесненные условия в цокольном этаже одной из многокотажек, они дарят надежду на будущее тем, кто отчаялся в себе в своих возможностях. Около года назад здесь появилась небольшая студия инклюзивного интернет-радио. И проект уже уверенно заявил о себе на волнах радиовещания. Крохотное помещение, пара микрофонов и ноутбук. Вот так сейчас выглядит маленькая редакция людей с широкой душой. Нурбек Турганов – голос инклюзивного радио. Мужчины – своя программа о природе родного края. В инвалидной коляске Нурбек больше 10 лет, с тех пор, как попал в аварию. Участие в проекте для него стало не только глотком свежего воздуха, но и возможностью помочь обрести внутреннюю свободу другим слушателям канала. Многие из нас вынуждены сидеть дома в четырех стенах. У некоторых нет возможности путешествовать. Благодаря своей передаче я, можно сказать, раздвигаю горизонты, открываю непознанное, помогаю слушателю увидеть всю красоту и первозданность нашей природы. Идея инклюзивного интернет-радио принадлежит общественнице Гульвере Таубалдиновой. Она и сама была с инвалидностью около двух лет. После решила, должна помогать людям. Искала единомышленников, оборудование, помещение. Получалось не сразу. Но те, кто оказался рядом, влюблены в проект. И с радостью воплощают его. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сейчас психологом с вами Романчевская Кристина Александровна. Кристина Романчевская ведет на радиопрограмму о психологии. Главная тема – межличностные отношения и умение выйти из кризиса. Во-первых, это, конечно, живое общение. Это живой контакт, то есть с аудиторией, которая нас слушает. Возможно, нам иногда даже присылают вопросы. У нас есть WhatsApp, у нас есть соцсети, YouTube-канал. Мы это все мониторим, следим и все это выносится на обсуждение. По крайней мере, процентов 80 мы стараемся всегда помочь. Энтузиасты всегда в творческом поиске. Создают самые разные программы – развлекательные, информационные. В планах рассказывать о социальной поддержке людей с инвалидностью. Так, чтобы эфир был не только интересным, но и полезным. Мы переживали, что у нас мало подписчиков, но о нас знают даже за рубежом. И вот с Евразийской творческой гильдии «Лондон» Вице-председатель тоже уже к нам хочет приехать, познакомиться с нашими ребятами и посмотреть, как мы работаем. Они хотят перенять опыт у нас. Меня это, конечно, очень приятно. Не всегда же нам от кого-то перенимать. Сейчас почти за год работы у инклюзивного интернет-радио в Талдукургане появилась своя аудитория. И с каждым днем здесь все больше слушателей. Сейчас здесь уже мечтают о своей радиоволне. А еще они хотят снимать короткие документальные фильмы о сильных людях. И пусть пока не хватает оборудования и нужно хорошее финансирование, но есть желание и мечта, которая наверняка должна воплотиться в жизнь. Гульнар Жантасова, Хоныш Тругенбаев, Алматинская область. Итоги дня. А сейчас о событиях в мире. В Италии начали действовать обязательные ковид-сертификаты для доступа на рабочие места. Кроме того, теперь так называемый грин-пасс нужно предъявлять для входа в театры, музеи, рестораны, спортзалы и поездок на междугородних автобусах и поездах. В России ситуация с коронавирусом становится все более напряженной. За сутки в стране выявили более 30 тысяч случаев заражения инфекцией. Почти тысяча человек умерли. Смертность от туберкулеза впервые выросла за 10 лет. Об этом сообщили во всемирные организации здравоохранения. В прошлом году от инфекции скончались почти полтора миллиона человек. Такой рост в ВОЗ связывают с пандемией коронавируса, обратившей вспять многолетний прогресс в борьбе с заболеванием. Из-за введенных ограничений у людей не было возможности вовремя обследоваться и получить медпомощь. Очередной взрыв прогремел в Афганистане в городе Кандагар. По данным местных СМИ, террорист-смертник подорвал себя в шейской мечети. По предварительной информации, погибли по меньшей мере 16 человек. Более 30 ранены. Напомню, недели ранее аналогичный случай произошел в провинции Кундуз. Он унес жизни более 100 прихожан мечети. Ответственность за взрыв тогда взяла часть террористической группировки ИГИЛ. Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня. Паника на рынке связана с новостями об увольнениях по указу президента Раджепа Таипа Эрдогана нескольких высокопоставленных чиновников Центробанка страны. Отмечу, национальная валюта Турции продолжает неуклонно обесцениваться после того, как ЦБ страны снизил ключевую процентную ставку в прошлом месяце. При этом в сентябре уровень инфляции достиг самых высоких за 2,5 года показателей почти 20%. В Лондоне продали одну из самых дорогих работ анонимного уличного граффити художника Бэнкси. Стоимость полотна, изрезанного на тонкие полоски, встроенным в рамку Шреддером, превысила 25 миллионов долларов. Представители общественности работы в таком виде настоящий перформанс, считают критики. Полотно изображает девочку, держащую в руках красный шар. Изначально работа так и называлась «Девочка с воздушным шаром», но позже ее переименовали на «Любовь в мусорном баке». Отмечу граффити Бэнкси, известный во всем мире. Его произведения часто имеют политический и социальный подтекст. Дополнительное внимание к его творчеству привлекает и то, что свою личность он хранит в секрете. И вернемся к событиям в нашей стране. Упростить сдачу ЕНТ для этнических казахов, проживающих за рубежом, а лучше совсем отменить тестирование, предлагают в Казахстане. Идею озвучил вице-президент фонда Отандастар Магауя Сарбасов. По его словам, зачастую кандасы при прохождении тестирования сталкиваются с языковыми трудностями, незнанием многих предметов и школьной программы. При этом механизм сдачи ЕНТ для них такой же, как и для отечественных абитуриентов, рассказал спикер. В итоге около 40% из них не могут получить возможность стать обладателем гранта. Из 2500 грантов, которые выдают для кандасов, получает их только 700 человек. Потому что они обучались совсем по другим школьным программам. У них были другие предметы и другой язык. Но при этом среди них есть очень много талантливых студентов, которые могли бы себя проявить позже, если им оказать поддержку сейчас. В необычном формате проходит традиционный фестиваль «Кассиэтэ Казак Еле» в Павлодаре. В условиях пандемии организаторам удалось собрать в одном месте творчески одаренных соотечественников, проживающих за пределами республики. Их специально пригласили в Казахстан, чтобы они поделились культурным наследием своих предков. Среди участников форума граждане Турции, Монголии, России, Китая, Узбекистана. Каждая из них имеет международное признание и с удовольствием готов популяризировать казахские традиции, обычаи и ремесла на исторической родине. Фестиваль проходит в нескольких номинациях. Вокальное исполнение национальных песен, состязания в тюрьме, рукоделие и ремесленничество. Очень много интересных поделок и сувениров привезли с собой зарубежные гости. Единственная проблема наших ремесленников – это продажа изделий. Многие не могут получить прибыль и постепенно теряют интерес к своему творчеству. Учитывая это, мы создали наш центр. Мы принимаем их работы на реализацию без каких-либо накруток. Наша цель – популяризировать товары, изготовленные своими руками. Таким образом, мы можем их поддержать, чтобы они занимались исключительно творчеством. В столице появилась новая достопримечательность. Первый памятник Кожимуканому Найтпасову установили сегодня в Нурсултане, на территории спортивного комплекса «Жазбатыр», который с этого дня также будет носить имя легендарного палуана. Напомним, в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Кожимуканому Найтпасова. Он стал первым казахом, который сумел завоевать звание чемпиона мира по борьбе. С девизом «Движение жизни» активные казахстанцы в регионах страны подключились к беговому челленджу «100 километров плюс». В месячный срок им необходимо преодолеть именно эту дистанцию и личные показатели зафиксировать в мобильном приложении. Причем соревновательный процесс в забегах лишь номинален. Важна периодичность занятий. Впрочем, победители и организаторы определят рандомно. Среди всех, кто выполнил обязательные условия акции с призывом и фондом, в полтора миллиона тенге. Но за деньгами, в прямом смысле слова, спортсмены-любители не гонятся. Многим важно показать себя, собственную целеустремленность и силу. К рекордам участников «100 километров плюс» безуспешно, но все же пытается приблизить наш усть-каменогорский сопкор Вячеслав Ветлугин. Таймер запущен и 20-летний Данил Жилин из Усть-Каменогорска начинает наматывать круги. За первые недели челленджа юноша пробежал 60 километров. Спортивные нормативы для Данила не сама цель. Главное – тонус и положительные эмоции. Он увлекается фотографией и не упускает возможности запечатлеть осенние пейзажи. Заодно и дыхание восстанавливает. Да, замечаю очень красивые, хорошие места. И мне прям хочется их сфотографировать. Поэтому я с собой на пробежку беру фотоаппарат. Данил, а все-таки для тебя какое значение имеет бег? Бег – это для меня моральный отдых. Потому что физически ты напрягаешься, но во время бега твои мысли свободны. А насколько серьезные оппоненты в других регионах республики? Как минимум в каждом городе Казахстана есть достаточно сильные марафонцы, которые могут пробежать за эти два месяца вплоть до тысячи километров. И Данил не лукавит. В регионах действительно крепкие ребята. Челлендж 100 километров плюс объединил полторы тысячи участников. А бегуны из Алматы и Петропавловска уже преодолели 200 с лишним километров. Условно добежали от Нурсултана до Караганды. Впрочем, бить рекорды, в том числе и собственные, никогда не поздно. Это доказал Нурлан Бегадилов из Семея. На дальние расстояния он не бегал почти 40 лет. И вот решил убедиться, что еще в форме. Было первоначально тяжело и у меня был лишний вес. Но со временем, так как я начал тренироваться, начал себя лучше чувствовать и понял, что без спорта уже жизни нет. Организаторы конкурса советуют участникам пробегать не меньше трех километров ежедневно. По их мнению, это наиболее полезные нагрузки. И на своем опыте сейчас убеждаешься, что такие расстояния действительно тонизируют. Победители челленджа «100 километров плюс» определят рандомно среди всех участников акции, выполнивших все беговые задания. А в качестве дополнительной мотивации призовой фонд в полтора миллиона тенге. Впрочем, за деньгами участники не гонятся. Здоровье дороже. Вячеслав Фетлугин, Сему Кешева и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Итоги дня. Это была последняя информация выпуска. Оставайтесь на Хабаре. Дорогие друзья, посмотреть наши выпуски можно на YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok